По этому дому впору историю изучать. Причем не только России, но и отечественной литературы. Особняк горел во время московского пожара 1812 года. Через 7 лет был заново отстроен и принимал в своих стенах писателя Сергея Аксакова, родственников Пушкина, графа Федора Толстого, прозванного американцем, а потом и мать Ивана Тургенева, Варвару Петровну. Впрочем, большинство москвичей знают это здание как дом Муму. Его жизнь автор описывает на страницах своего самого известного произведения. Здесь жили прототипы героев рассказа. Недаром на входе в музей посетители встречают грустные глаза Муму. Вообще Тургенев, когда писал свои произведения, он сам признавался, что к фантазии редко прибегает. И чаще помощником ему являются какие-то личные впечатления. И, соответственно, многие его знакомые, действительно, характер их или внешность, они дали основу для создания каких-то уже литературных героев. Например, черты матери нашли отражение в безымянной властной барыне. А не мой слуга Андрей остался жить на страницах произведения в лице Герасима. Впрочем, характер персонажей все же не с точностью повторяет поведение жителей этого дома. Чего не скажешь об интерьерах. Это копия комнат 19-го столетия. Нам известно значение комнат. Варвара Петровна сама их подробно описывала в письме к сыну. Она упоминает лакейскую, официантскую, большой зал, гостиную, в которой мы с вами сейчас находимся. Мы знаем, что Варвара Петровна очень любила цветы. Выращивала их сама и в Спасском, и здесь. И об этом ее увлечении, которое она называла флероманией, напоминает и цветочная обивка мебели, да, и букеты цветов, которые мы видим на этих картинах, украшающих стены этого зала. Хотя сама обстановка дома Тургеньевых не сохранилась. Из подлинных экспонатов только фарфоровая ваза. После смерти боярыни в этих стенах сначала располагался приют, потом после Октябрьской революции устроили коммунальные квартиры, позже спортивные предприятия и офисное помещение. И вот в 2007-м в особняк снова вернулся дух дворянства. О реальных событиях этого дома можно увидеть своего рода такую художественную инсталляцию или скажем так, художественное решение экспозиции, наверное, да, разбитый портрет Тургенева. И все это напоминает, конечно же, о ссоре, которая произошла в этом доме в 1850 году, ссоре между Варварой Петровной матерью и двумя сыновьями, Николаем и Иваном Тургеневыми. Когда братья Тургенева покинули этот дом, Варвара Петровна вернулась сюда, в свою спальню, села за стол, в гневе взяла портрет своего любимого сына, бросила пол, портрет разбился. После этого, по воспоминаниям воспитанницы барыни, осколки портрета еще несколько месяцев лежали нетронутыми на полу. Варвара Петровна приказала слугам оставить разбитый портрет. Впрочем, Иван все же был ее любимым сыном. Правда, писатель в доме на Остуженке бывал набегами. Из 10 лет, которые барыни провела в этих стенах, жил всего полтора года. Тургеневу мать выделяла комнаты на антресольном этаже. Две или три допудлинно неизвестно. Именно здесь рождался замысел бежена луга. И писались поэмы Андрей, Параша и разговор. На музейных витринах первые издания известных всему миру произведений писателя. Романы отцы и дети, дворянское гнездо, накануне и настоящие автографы. Всего в особняке представлены полторы тысячи экспонатов. Например, под этим стеклом подлинное письмо Тургенева к Наталье Александровне, дочери Пушкина, которая в 70-х годах 19 века решила издать письма поэта к жене Натальи Николаевне. Тургенев принимал участие в подготовке их к публикации в журнале Вестник Европы. И вот одно из писем, адресованное дочери Пушкина. И множество на французском языке, ведь большую часть жизни писатель прожил в Европе. И за границей, и в России есть литературные музеи Тургенева. В Москве этот дом – единственная экспозиция писателя, поэтому пользуются популярностью у москвичей и гостей столицы. Они приходят на выставку проникнуться не только творчеством классика, но и почувствовать атмосферу еще царской эпохи. Как люди жили, как они создавали их биографии какие-то в каком-то плане. Посмотрите, какие родственники, друзья и так далее. То есть в этом плане было интересно посмотреть. Он очень хорошо описывал быт. Не было фотографий, мало было рисунков. И читая его рассказы, там настолько достоверно описана вся жизнь, что как картинки они проходят перед глазами. А перед глазами у гостей этого дома проходит история двух столетий. В этом году Остужинский особняк будет отмечать свой юбилей – 200 лет. Теперь, когда в нем расположилась экспозиция российского классика, вероятно, простоит еще столько же. Анастасия Шкетина, Дмитрий Головко, ТВ, Брикс.